Всем здравствуйте, друзья! Добро пожаловать на мой канал! С вами Николай. Как я уже давно, долго обещал, что я поеду в садовый центр. Наконец-то я в садовый центр съездил, и в этот раз он меня не расстроил. Было много интересных растений, были красивые экземпляры, были крупномеры, и суккуленты, и орхидеи, и ароидные. Было много достаточно растений. Я всё записал. Буду по возможности вам называть цены. Многие цены будут в кадре. К сожалению, я не смог там записать живой звук. Я хотел записать живой звук, чтобы были живые эмоции, но было безумно шумно. У них там очень много птиц, ещё плюс играла музыка, знаете, на которую можно авторские права потребовать. Поэтому не смог я его записать. Звук будет наложен сверху. И я вам сейчас всё покажу. Напомню, кто первый раз на моём канале. Я живу в Испании. Цены здесь, на острове Гран-Канария. Это один из островов Испании, возле Африки. Цены здесь в евро. То есть, когда вы будете видеть номер 15, 10, просто эту сумму переводите на свои денюжки, какая у вас валюта имеется. Всё, друзья. Побежала собака. Всем приятного просмотра. Начнём нашу экскурсию по садовому. Она будет очень долгой. С различными зонами. Суккулентные, ароидные, орхидеи, садовые растения и всё прочее. Надеюсь, вам понравится. Приятного просмотра. Поехали. Так, друзья, мы попадаем с вами на территорию садового центра Эль-Русаль. Здесь достаточно много каких-то украшений, так как готовятся к Дню Святого Валентина. Привезли растения. Здесь встречают у нас большой кротон. Будет очень много растений. На каких-то я буду поподробнее останавливаться. По возможности буду вам показывать, называть цены. Здесь красивые цимбидиумы растут. Тоже интересные орхидеи. Будет ещё пристально несколько покажу. Вот такая драцена. 30 евро она стоила, эта драцена. На входе стоит тоже. Вот такие вот интересные композиции с телансиями. И ещё какими-то непонятными растениями. Орхидеи ванды. Небольшие такие композиции с каланхоя, с фитониями. Огромнейшие корни у орхидеи ванд. Посмотрите, какие красивые цветы. Очень крупные экземпляры. Тоже с лентами, я так понимаю. Опять-таки это всё к празднику. Такую красоту навезли. Говорят, что ванды достаточно тяжёлые в уходе орхидеи. Что не особо легко за ними ухаживать. Так как нужно практически каждый день опрыскивать их. Или даже каждый день опрыскивать корневую. Не знаю, если кто-то разводит ванды. Друзья, будет интересно узнать, как вы за ними ухаживаете. Продолжаем. Вот испанский мох. Тоже приятная такая тилансия. Висит большой пышный кустик. Растения. Не знаю, что это за растение такое своеобразное. Вот тут марантовые. Смотрите, цветение какое. Небольшие цветочки видны. Гортензии тоже. Здесь большие иониумы. 25 евро стоит у такое ведро иониума. Как вы можете видеть цену. В этом саду вам было достаточно удобно, потому что цены написаны большими цифрами. Такими, да. Не нужно присматриваться, искать этикетку. Небольшое количество хищных растений. Тоже в среднем они стоят 6 евро. Такие малыши. Здесь и пингвикула, и сарасения, и драссера. Здесь немного сансеверия. Сансеверия, как обычно, выбор совершенно небогатый. Кстати, в этом саду вам представлено большое количество своеобразной такой керамики. Не для каждого, так сказать. Не в каждый дом она войдет. Но очень много такой продается. Небольшие агавки по 8,50. Вот такие агавы. Достаточно крупные опунции. 25 евро данная опунция стоит. Кстати, в этом саду вам вот эти подороже, можно так сказать. Кактусу 35 евро, 12 евро. Но также есть у них зона. Я вам сегодня ее покажу. С суккулентами, с кактусами. И там реально можно найти настоящие сокровища. Там просто нужно поискать. Потому что растения там живут уже годами. Цириусы, смотрите, такие. Спиралевидные и крестатные. И немного Сансевери и Трифасиаты. Небольшой выбор. Я вам покажу их вот так. Знаете, я немного отстранившись. Да, подальше. Потому что я вижу, тут стоит Футура. Блэк Даймонд. Блэк Флейм. И по мелочи. То есть не какие-то интересные супер сорта. Я думаю, вы такие сорта видели миллион раз. Видите, какие скульптуры поросятки. Стоят какие-то коровы, бычки. Греческая богиня. Все, что хочешь. Вот медведь. Куда такого медведя поставить можно? Но продается активно. Здесь это продается. И по всей видимости, кто-то даже это покупает. Силагинела. 4,90. Такие веселые кустики. Эти вот по 6,90 растения. Также здесь огромное количество горшков продается. Здесь есть небольшая зона тоже с семенами, как вы можете видеть. И до овощных культур. Здесь также продается очень много растений. Именно садовых, фруктовых деревьев, молодых саженцев. И также вот скудный наш выбор препаратов для растений. Да, как бы у нас с препаратами для растений достаточно плохо обстоят дела. Кстати, я хочу попробовать данную вещь. Называется это Тьерра Диатомеас. Вот такой экологический препарат. Это инсектицид. Очень хорошего, по идее, действия. И это также используется как удобрение данное вещество. Оно 100% органическое, не ядовитое. Его можно использовать в домашних условиях и везде. Здесь посмотрим немного еще растения, которые представлены тоже. Такие вот монстерки дубии. Совершенно небольшие. Да, вот такие прям маленькие-маленькие кустички. Но уже подразросшиеся по 8 евро. Дороговато. В свое время я брал монстеру дубию уже крупным кустом в евро за 8 тоже. Вот это растение, я не знаю кто это. 35 евро он стоит. Тоже что-то аруидное, это 100%. Но не знаю кто это. А, аллоказия написано. Вот аллоказия такая, своеобразная, 35 евро. Евро маленькие, как они называются, аглоанемки. По 12 евро вот такой этот подзалитый пинг принцесс. Но если вы можете приглядеться, да, очень много и хороших экземпляров при желании можно купить. Вот такая тоже аллоказия, достаточно симпатичная, прямо-таки приятная. 15 евро ей цена. Вижу, что 2 горшочка осталось, видимо уже раскупили. Вот еще маленькие аллоказии. Вот это явно, скорее всего, есть паутинный клещ, шкура дракона. Я это узнаю, я не большой знаток аллоказий. Но вижу какие-то. Данное растение тоже стоит 75 евро. Это новинка. Насколько я знаю, это называется амудриум, данное растение. Но я, так сказать, в нем красоты какой-то особой не вижу, друзья. А вот эта красивая аглоанема, посмотрите, какая роскошная. Достаточно дорогая. Не знаю, насколько она дорогая, по сравнению с других странах, 80 евро. Вот такой куст, потрясающий этой аглоанемы. Смотрите, какая роскошные и красивые листья. Прям такая интересная у нее вариегатность. Да, посмотрите, какая здоровская. Очень красивая. Вот этих три кустика у них таких есть. Дальше сейчас продолжим движение. Еще опустимся пониже. Тоже посмотрим снова монстерки эти дуби. Эти покрупнее. В целом по 15 евро. Такие более крупные горшочки. Вот такие антуриумы. Тоже малыши. Немножко таких ярких традисканций. Пестрых тоже мелколистных. Снова этот амудриум. И вот такие тоже аглоанемки. Фрайдекс. Ой, аглоанемки. Как они называются? Алаказии. Вот такая. Они-то разные. Вы можете видеть, да, разные растения. Малышка стоит 25 евро. Просто переводите на свою валюту. И можете узнавать примерно сколько это стоит. Есть прям совершенно белым варом. Да, вот этот. Ну, не знаю. Такое для меня это растение. Своеобразное. Похоже, чем данный эпипрем, но не вижу в нем какой-то супер роскоши. Вот такой филадендрон тоже. Приятный, красивый. 35 евро стоит данный горшочек. Достаточно крупный куст. Посмотрите, да, выглядит здоровым. Конечно, обязательно его тоже надо травить на трипса, на клеща. Вот такие подарочные корзины. Это, опять-таки, для таких своеобразных, мне кажется, любителей растений. Такая корзина, там, шифлера, драцена, колонхоя. Да, чуть-чуть впихали. Всего, что только можно, фольгой завернули. Такой ассорти-микс. Орхидеи, красивые фаленопсисы. Тоже здесь имеются. Белые, очень крупные фаленопсисы. Прямо такие крупные-крупные цветы. Тоже в подарочной бумаге. Конечно, в подарочной фольге, да, конечно, за фольгу. Ну, опять-таки, если подарок, то люди будут платить. Если это для коллекции, я бы, конечно, не стал брать что-то в фольге, потому что, ну, смысл. Ее все равно выкинешь. Цикламенчики, бегонии. Цветущие. Опять эти корзины стоят тоже. Орхидеи. Крашеные, да. Почему же крашеные? Это мой натуральный цвет. Но я думаю, они крашеные. Хотя мне писали неоднократно, что существуют голубые орхидеи. Но, насколько я знаю, это не фаленопсисы. Вот это по виду больше напоминает, что они все крашеные. Вот, посмотрите, какая шикарная орхидея. Такие огромные цветы, мне кажется, я вообще и не видел никогда в жизни такого размера. Пол моей руки цветок один. Посмотрите, какие они крупные. Прям реально покрывало целое. Очень красивый цветонос. Вы знаете, вот эти изящные такие, как формы. Дракон такой, да. Опускается. Я знаю, что в Азии очень популярная такая форма. Вот парень еще принес. Смотрите. Вот вы можете видеть размер, да, по цене с парнем. Наверное, с метр практически. Сантиметр восемьдесят данная орхидея. Вот такие еще тоже красавцы стоят. И немножко фиалок. Фиалки вообще у нас не продаются. Знаете, там бывает как-то сюда поднос по 3,90. Вот они. Мне кажется, то ли у них так и должно быть в центре, то ли их уже поел какой-то трипс. А фиалочки, они у нас, конечно, плохо растут. Не знаю никого, кто бы здесь увлекался фиалками, честно сказать. Смотрите, какие роскошные. Я прям не могу. Прям завораживает, да, вид этих орхидей. Очень красиво. Вот тут еще много тоже орхидей различных. Тоже. Еще везет, еще везет. Наставляет диффенбахи. Вот это красивая справа. Посмотрите, какая прикольная. Та, что слева попроще выглядит. А справа прям вообще шикарная. Сейчас вам скажу. Цену ее 40 евро данная диффенбахи стоит. Несколько точек роста. Опять-таки надо отмерить, это не самый дешевый садовый центр, друзья. Так как он находится в направлении к югу острова. Да, острова Гран-Канарии. И, соответственно, здесь очень много живет иностранцев. Очень много скандинавов, очень много немцев, британцев. И, соответственно, больше на них рассчитано. Конечно, и местные очень часто сюда приезжают. Я здесь покупал много растений. Меня можно тоже назвать относительно местным. В том плане, что я получаю испанскую зарплату, не какую-то западную. Смотрите. Цимбидиумы эти по 45 евро. Тоже красавцы. Смотрите, какие. То есть ценник не самый низкий. Но, опять-таки, если поискать, что-то можно здесь всегда найти. А вот эти фаленопсисы по 45 евро, я считаю, что завышенная цена для фаленопсиса. В целом, это не самая изящная какая-то и необычная орхидея. Но красивые данные экземпляры очень красивые. Очень много цветоносов. Тоже крупные горшки. Посмотрите, какие красивые, да? Вот эти изогнутые цветоносы. Такие как лебеди. Даже не драконы. А как лебеди. Такие шеи у них лебединые. Лебединые. Очень красиво. Котлейки стоят. Смотрите, какие. Вот так общий вид выглядит. Я вам покажу дальше. Мы сейчас дальше с вами пойдем. Но пока покажу котлеи. Достаточно неприхотливые орхидеи. У меня была такая орхидея. Но я ее отдал, потому что мне не нравилось, что она вот так стоит. И потом у нее должен появиться новый такой вот лист со своеобразной бульбой. И потом появляется один цветок. Как вы можете видеть, да? И все. И потом она цветает и опять стоит. И стоит бог знает сколько. То есть один цветок он увядает достаточно быстро. И не знаю, как-то она у меня не пошла. Хотя я знаю, что есть еще много любителей котлей. И тоже их с успехом выращивают. По 15 евро вот такие большие кусты кротона. В этом центре продается очень много крупномеров. Мы еще дальше с вами посмотрим. Прям огромнейшие растения. А вот диффенбахи точно такие же, как там. По 20 евро, да? Там были по 40. На другой стороне, а тут по 20. Разницы большой я не вижу. А, кстати, вот посмотрите. Вот так выглядит трипс. Кто не знает, на орхидеях видите цветочки поеденные? Это на них орудуют трипс. Поэтому я обычно никогда не покупаю орхидеи в садовых центрах. Всегда покупаю в торговых центрах. В Ашане еще где-то. Потому что вероятность там кого-то принести намного ниже, чем в таком садовом под открытым небом. Спотифилиум. Девушки, женщины несут тоже подарки себе. Какие-то цветочницы наши друзья. 20 евро вот такие красавицы продаются стоят. Башмачки. Тоже на башмачке отцветают. Уже не видно особо цветов. Так, здесь новоцветение. Это красивое. 30 евро стоит данный горшок. Крупный такой куст. Красивые бархатистые листья. Забавно цветут они. Ни разу не видел, как они цветут. Тимарантовые. Одна из. Может быть колотей какая-то. Антуриумы небольшие. Крупная бакарнея. Очень крупная. Прямо-таки солидная. Бакарнея зачастую имеют невысокую цену. Я вам покажу дальше. Еще будут. Вот необычное растение. Первый раз я такое вижу. Акантус называется. Мне кажется, это что-то более садовое. По форме листьев. Да, такой размашистый. Больше такими лопухами. Вот это. Стоит 9,50. Монстерка. Швейцарский сыр. Как-то у него есть название, конечно, официальное. 45 евро стоит данный филодендрон тоже. Такой видно, что он уже здесь постоял. Да, я не знаю, насколько на нем должны быть вот такие пятна. Я думаю, что это пятна все-таки, видимо, от перелива. Либо от вредителя. Порются листики. Потому что бархатистые листья у филодендронов и у антуриумов обычно это крайне капризные растения. К ним очень легко цепляются. Бактериальные инфекции, различные вирусы, грибки и все прочее. На такие, на мягкие листья. Бонсайчики. Тоже от 20 до 45 евро. 23, 29. Я вижу 30 евро. Различные растения. В основном это фикусы. Часто используют какие-то еще, типа, можжевельника растения. Иногда хвойные, типа, маленькие сосны используют тоже для этого, для бонсаев. Еще бакарнея. Такая тоже крупная бакарнея. Смотрите. 18,90 она стоит. Данная бакарнея огромная. Посмотрите, какой у нее каудекс. Огромнейший до ствол. Эти вот красавчики. Вылетело название из головы. Дальше они еще будут. Хищники. Смотрите. Вот такие вот. Хлорофитумы по 4 евро. Тоже несколько розеток в горшке. Достаточно красивые. Пальмочка 40 евро. По 70 евро. Перебор. На мой взгляд, огромные тоже папоротники. Красивые, но дороговато. Вот этот за 30. Друзья, немного, может быть, быстро для кого-то еду. Вы всегда можете замедлить скорость воспроизведения. Или остановить кадр для себя. Посмотрите, какая своеобразная вещь. Не знаю, как это назвать. Фику засунули во что-то пластиковое. Типа в пластиковое дерево. Я так понимаю, это ребенку, может быть, подарить как игрушку какую-то. Бегонии, камнеломки. Различные бегонии, красивые. По 7,40. Такие бегонии. Смотрите, какая красота. Розовая. А, 7,90. Какая розовая, да, серебристая, красивая. Филодендром бразильский. Пепперомии туполистные. Вот такая. Сколько она стоит? Тоже 8,90. Достаточно крупный кустик. Тоже много точек роста. Фикус пумила. Вот маленькие суицидницы стоят. Эти фитонии, да. Такая 6 евро стоит. Церапегия вариегатная. Церапегия, да, насколько я помню. Церапегия. Плюсчики. И вот такие прикольные. Пепперомии хоуп. Смотрите. По 15 евро. Достаточно крупные тоже кусты. Посмотрите. Красивая пепперомия хоуп. Кстати, ее могу порекомендовать как очень простое растение. Пепперомия хоуп. Она очень простая. Если ее хорошо, слегка так просушивать, не заливать ее. Она не будет гнить. Вот фатсия. Тоже, смотрите, какая крупная, да, зеленая фатсия. Еще немного плющей. Тоже пепперомии. Плющи. Это, конечно, для квартиры своеобразные растения. У меня был однажды плющ. Рос прекрасно. Обычный зеленый. Потом я после этого заводил раз 5 плющи. Цветные, да, вот эти вариегатные. И отвратительно. Всегда погибали. 39 евро мединилы. В общем, плющ для меня это больше не квартирное растение. Посмотрите, какой красивый папоротник. Какие у него интересные своеобразные ваи. Какие у них листочки кудрявые. Да, очень красиво. Даже, я не знаю, либо это у него немножко хлороз, либо это какая-то у него такая вариегатность тоже присутствует. И вот здесь тоже большая группа различных колотей. Так, есть ценник. Не на всех крышках ценник. А, вот на соседке. 17 евро стоит данное растение. Достаточно тоже, посмотрите, какой крупный густ. Мне она нравится, эта колотея. Маранты. Тоже красивого цвета. Такие розово-фиолетовые. Смотрите, какие здоровские, да? Красивые очень. Но с ними нужно быть аккуратно, ибо их очень любят есть клещ. Паутинный клещ. Я уверен, что здесь он здравствует. Если надо покупать такое растение, обязательно сразу души зеленым мылом. Сразу корицит. Обработки, обработки. Вот такие по 30 евро. Более крупные горшки. Смотрите, какие красивые тоже, да, листья. Вообще, вот марантовые, различные колотеи. Это очень красивые растения. Если бы у них не было такой проблемы, что они очень чувствительны, конечно, из них можно создать только коллекцию потрясающую. Кстати, я слышал, что они неплохо себя чувствуют на фитиле. Растут достаточно хорошо. Вот фатсия, кстати, вариегатная. Красивая. Маленькие драценки. По 6,70, 90. Ошибаюсь все время. 6,90. Обычно ставят 90, да, чтобы не написать 7. Что визуально кажется, что меньше 6. Смотрите, тоже они разных цветовых расцветок. Комбинации. Смотрите, какие красивые. Очень здоровские, яркие такие. Прям можно целый мини-садик создать, да, из таких различных драцен. Забавно выглядят. Такая, кстати, пепперомия. Тоже своеобразная, будылками растет, бархатистая. Очень крупная. Пахирки. Ну, это такие растения, которые совсем уж банальные. Я, конечно, не буду сильно показывать. Смотрите, какие пепперомии, вы их все видели. Вот фикусята тоже небольшие фикусы, эластика, варигатные, по 7,90. Тоже есть разные. Есть зеленый, есть такой более темный. Да. Вот эти, как они называются, аспидистры. Сианиш. Нет, это не аспидистра. Ой, тоже я ее знаю. Так много названий. Вылетает, как будто на экзамене, да, вылетает все из головы. Вот она крутится у меня, крутится у меня. И вылетела. Все. Не могу ее вспомнить. Вылетела название. По-моему, она как-то на К начинается. Вот фикусы эластика. Не эластика, а леровидный фикус лерата. Своеобразный. Карделины. Вот это были карделины до этого. На К, говорю, называется. Карделины. Снова драцена. Магнолия очень прикольная. Кстати, посмотрите, какие красивые магнолии. По 15 евро. Прямо такие уже крупные. Прямо очень крупные. Очень даже красиво. Группа этих растений. Тоже сейчас я вам название скажу. Точное. Полисиас. Полисиас. Тоже, я так понимаю, различные сорта этого полисиас. Ну, по мне так это тоже больше садовое что-то визуально. Хотя, может, кто-то держит и в квартире у себя в доме. Хамидорейки. Хамидорей у нас обычно всегда дешевые. Вот эти стоили по 7 с копейками. Смотрите, какие крупномеры. Какие огромные папоротники. Вот тоже диффенбахи и красивые, крупные, по 40 евро. Фикусы Али рядом стоят. Эти вот по 12. 90 уже покрупнее. Это прям такие уже крупные кусты. Хамидорей. Кстати, вы знаете, такие кусты хамидорей в Ашане можно купить по 6 евро и по 7 евро. Подешевле они там стоят. Огромное пространство. Вот тоже интересная корделина. Такая своеобразная, да. Посмотрите, какие у нее тоненькие листья. Даже сразу не скажу, что это корделина. Но смотрится прекрасно. Интересно. По 8 евро она. Сколько? 8 стоит? 8,60. Такая красота. Снова Пепперомия Рейндроп по 7 евро. Такие пеппероши. Тоже по 7,90. Достаточно жирненькие кусты. 6,90. Диффенбахи. Различные Асплениумы. Вот снова Дроценки красивые и яркие. Тоже, смотрите, какая вот эта красивая, да. Микросорум. Крокодил. Такой мне очень нравится. У меня есть такой папоротник. Очень красивый. По 6 евро. Он здесь стоит. Очень яркие, хрустящие. И главное, сильно не заливать. Хорошее освещение. И тогда они растут нормально. Платицериумы. Смотрите, какой красавец. Прямо-таки жирненький. Цена у него 22,50. Смотрите, прямо огромный. Тут много точек роста. Да. Есть и покровные листья, и спороносные. Очень красивый. У меня тоже есть платицериум. В свое время я его сажал на корягу, потом перевел в кашпо, потому что было достаточно неудобно мне поливать. Сингониумы. Это, кстати, мой любимый папоротник. Рекомендую всем. Я его покупал как плебодиум, но потом мне говорили, что это не плебодиум совершенно. 12,90. Я его покупал примерно таким же размером. И сейчас это уже огромное ведро. Очень красивое растение. Очень неприхотливое. Его я всегда просушиваю слегка. Не довожу, чтобы это полностью был сухой ком, но просушиваю. Он прекрасно растет. Пепперомия рано верде. Я не знаю, как они их разгоняют до таких огромных кустов. Смотрите, 17,90. Он просто огромен. В домашних условиях я не знаю. Они начинают, почему-то я в одном из видео рассказывал, начинают мельчать и вымирать. Вырождаться. Вот, кстати, еще арбузные. Тоже крупные достаточно. Пепперомии. Арбузные, да, тоже красивые. Пожалуй, одна из самых красивых в пепперомии, это пепперомия арбузная. Но тоже достаточно капризная, на мой взгляд. Такой подсыхающий папоротничек. Филадон, филадендрон. Силлоу или Силлоу. Не вижу я его ценника. Ну, некоторые люди держат такой филадендрон у себя в квартире. Он, конечно, огромен. Это огромнейшее растение. Очень крупное. Вот тоже такой филадендрон. Смотрите, листья у него выходят. Такие бордово-красные, да. Какие-то черешки тоже такие же. Постепенно начинают зеленеть, я так понимаю. Цвет с них уходит, этот темный становится зелеными листья. Ну, самые обычные антуриумы, тот же, который вы все видели много-много-много раз. По-моему, это гусмания называется конкретно данное растение. Тоже они своеобразные, красивые. Ярко цветущие, посмотрите, да. Яркие цветы. Тоже она, по идее, цветает, должна после этого давать детку. И материнское растение погибает. Обычно их тоже так. Многие люди покупают, как для декора, на время. Цветут они очень долго. Такие еще корделинки. Тоже смотрится достаточно красиво. Посмотрите. 8 евро. Такая корделина, очень красивый цвет. Драцена молодая, тоже чисто верхушки срезанные, посаженные. Бестволика, маленькие спатики, пепперомии, тоже Россо, называется. Это не помню, как они называются. Тоже какая-то такая. В общем, красивые пепперомии, но морщинистые. Морщинистые пепперомии, они достаточно капризны, на мой взгляд. Но, опять-таки, у каждого свое. Что мы здесь с вами еще не посмотрели. Вот этих симпатичных стриптокарпусов. Такие черепашки. Прям прикольно тоже они выглядят. В какую цену. Не всегда нахожу ценник. 15 евро. Такие крупнейшие. И большое количество бегоний различных тоже. Не прям различных, два сорта. Я вижу здесь бегонии. Три. Но очень красивые. Филодендрон Ринк оф Фаер. Огненное кольцо. Да, тоже достаточно крупные экземпляры. Посмотрим, насколько они цену. В одну точку роста. Залитые безбожно. Безбожно залитые. 38 евро. Дороговато, мне кажется. За такое растение. 38 евро. Как я уже сказал, ценник не самый низкий. Вот, кстати, красивая очень варегатность на этом листе. Посмотрите, да, такая прям практически 50 на 50. Большие плющи. И пройдемте с вами дальше. Пройдемте с вами дальше. Посмотрим, что еще здесь продается. Сейчас уже в основном начнутся крупномеры. Здесь вижу зона орхидеи по оценке. По 7,90. Ну, скорее всего, большинство из этих орхидеи так и закончат здесь свою жизнь. Не думаю, что сильно канарцы будут их скупать. Да. По такой оценке. Потому что стоит 8 евро. Такая слегка убитая. А за 12 в том же ошане можно купить в два цветоноса яркоцветущую, здоровую. Красивый тоже филодендрон. Знаете, какая роскошь. Тоже не для квартиры по размеру. Хотя, смотри, какая квартира. Спатифилиумы. В большом количестве тоже представлены. Среднего размера. Драцены. Здесь снова кротоны. По 12 евро. Такие кротончики. И папоротники. Небольшая полянка папоротников. Такие небольшие папоротники, конечно, они не особо дорогие. Вот этот забавный. Мне он нравится. Не вижу, кстати, больше таких папоротников. Живородящие у него листья в форме сердечек. Стоит 5,80 или 5,70. Очень симпатичный папоротник. Мне нравится. Обычные зеленые замики. Большое количество папоротников. Дефенбахи, опять-таки. Дефенбахи у нас любят. Главное, мы не привозят. А дефенбахи привозят много. Наверное, я здесь встречал больше 10 сортов в общей сложности. За время моей жизни. Потому что любят эти растения и привозят. Асплениумы огромные. Асплениум костенец. Видите, какие крупные экземпляры. По 17 евро. Очень крупные. Камера, возможно, не передает их мощь. Но они прям очень большие. Вот красота. Висят эти листики. Эти листики прям очень мне понравились. На папоротнике очень красиво смотрится. Ну, цена 70 евро. Мне кажется, это перебор. За это же нефролеписы, типа, нефролеписы достаточно дорогие. Хелодендроны, биркины. Большие ведра. Опять-таки, да. Камера не передает размера. Очень большие. 45 евро. Прям там тоже несколько точек роста. Уже такие крупные растения. Эхмеи. Красивые такие тоже. Интересные у них. Листья на ощупь, когда трогаешь, они такие бархатистые. Снова карделинки разные стоят. Тоже прям весь ассортимент. Тут тоже порядка 5-6 сортов карделин. При желании можно собрать за раз. Один раз приехал, набрал сразу мини-коллекцию карделин себе. Вот это своеобразное растение. В форме монеток листья. Вот опять кротоны. Смотрите, такие у нее интересные листики. Не трогаешь, они прям бархатистые. Прикольные. Кротончики. Кротончики любят кротоны здесь продавать куда бы ты ни шел. Мне кажется, кротоны они вообще популярные растения. Они достаточно тоже капризные бывают. У них проблема клеща, она очень актуальна. Паутинный клещ их крайне любит. Можно проводить не одну обработку, и все равно он будет появляться на них. Но при этом везут, везут. Видимо, такие яркие листья очень нравятся людям. И они их покупают. Эти драцины я уже показал. Такие тоже в один стволик растут. Из драцины тоже можно собрать красивую коллекцию относительно неприхотливые растения. Тоже поливать умеренно, чтобы не было сильного залива, иначе чернеют листья. По 30 евро. Вот такие крупные аллоказии. Такие аллоказии обычно тоже сажают недалеко от каких-то водоемов, прудиков. Они прекрасно себя там чувствуют. Вот такая аллоказия. Тоже посмотрите, какой у него мощный ствол. Дальше пройдем еще. Сейчас я постараюсь здесь протиснуться немножко. Посмотрим, что растет еще в дальнейшем. Здесь я хочу показать вам этот филодендрон ксанаду. Вот я хотел эти показать стволы, да? Такие крупные крепкие стволы. Такие тоже у филодендронов. Видно, что они один год этому растению. Красиво они растут. Такие у них появляются как бы своеобразные глазки. И вот филодендрон ксанаду. Тоже посмотрите, какой огромный куст. Несколько точек роста. Роста очень крупный. Очень крупный экземпляр. Аллоказия. Типа сколько? 90. Но там несколько точек роста у этой аллоказии тоже огромное. Это 150. Хотя по большому счету разницы визуально нет между ними. Какая за 90, какая за 150. Тоже смотрите, видите, какие они крупные. И вот эти ксанаду. Ксанаду стоят, сейчас я вам посмотрю, по 40 евро. А нет, это не, это за миокулька 40 евро. Ксанаду я даже не вижу цену. Филодендрон тоже крупный стоит. Не увидел я цену ксанаду, но обычно они не очень дорогие. Я думаю, евро 20 он будет стоить. 17.50 вот такие драцены деревцами. И опять-таки пошли вот заросли, поля драцен. То есть можно себе при желании подобрать. Красивый экземпляр. Я если бы завел драцену, то, знаете, первая драцена, это была бы вот эта. Вот этот сорт. У нее настолько красивые неоновые листья. Она очень любит солнце. Кстати говоря, я думаю, она бы у меня здесь под южным солнцем таким росла хорошо. Очень красивый сорт драцены. Это тоже прикольное. Вы видите, какие просто просторы открываются на растения. Крупные тут, кстати, юки записались тоже, так как они похожи по своей форме роста. 35 евро стоят юки. Вот тоже драценка очень оригинальная, посмотрите. Вот такая 45 евро она стоит, данная драцена. Очень оригинальные листья. Тоже несколько точек роста. Несколько стволиков у каждой. Какие красивые листики. Очень здорово. 35 евро. Я считаю, что вполне адекватная цена. Потому что такое растение в несколько точек роста. Оно, конечно, будет расти очень много лет до такого состояния, если брать малышом совсем. Если хочется вот прямо сейчас, чтобы было и сразу любоваться, то можно, конечно, потратиться немного. Тихонечку буду аккуратно выходить отсюда и покажу вам еще крупные меры. Поэтому мы потом пойдем дальше в зону суккулентов. Я вам покажу, там будет очень много растений. Такой фикус. Ствол красивый, но сам полинял достаточно сильно. 45 евро стоят вот эти бакарнеи. Тоже посмотрите, какие крупные экземпляры. Тоже больше метра, а не высоту. Метр двадцать примерно. Фикус. 120 евро. Бенджамина. Он два с чем-то в высоту. То есть я на него смотрю. Снизу вверх, да, на этот фикус. Очень крупный, очень такой привлекательный. Есть зеленый, со скрученным стволом. Несколько стволиков переплетено. Эти драцены огромнейшие тоже. Смотрите, какие шапки. Крупные. 120 евро. Но это опять-таки, говорю я уже, да, неоднократно повторился. Очень много здесь растений для сада больше визуально. Потому что вот это, я даже не знаю, что это, наверное, тоже какой-то фикус. Но я не вижу это в квартирных условиях. Да, тут три с половиной метра. Не вижу я такое растение в квартире. Но если в сад купить, в огород какой-то, перед домом хотя бы поставить большой катки, да, в каком-нибудь красивом керамическом горшке, то будет самое оно. Кротоны еще. Еще и какой-то кабанчик, лесной горный кабанчик. Кенти. Пальмочки тоже по 30 евро. И большой выбор кротонов. Я говорю, в этом садовом, конкретно в этом, да, тут надо искать. Потому что здесь всего, как вы можете видеть, куча, да, вот такое слово не очень хорошая куча, но это так и есть. Тьма всего. То есть вот стоит целое большое количество, да, по 30 евро. Филатендроны бразильские. Их очень много. Вот, например, эпипремном красивый. Эпипремномы они хороши на опорах. Но они достаточно быстро растут и израстаются на этих опорах. Поэтому их надо постоянно либо обрезать, либо наращивать опору. То есть ни одно, ни другое мне не очень нравится делать. Потому что когда растут они, когда ампели, листья у них очень сильно мельчают. 85 евро данный кротон. Посмотрите, какой красивый цвет. Такой, да, какой-то нефтяной оттенок, какой-то бордово-нефтяного оттенка. Блестящие листья. Очень красивое растение. Вот тоже кротон. Это стоит 100 с копейками. 130 евро. 120 или 130 было написано. Не буду обманывать. Еще вот такие кротончики. Очень много. И, в общем, если здесь поковыряться, то можно найти прям какой-то хороший экземпляр по зачастую адекватной цене. Ну или среднеадекватной. Опять-таки каждый имеет свой потенциал, так сказать, финансовый. И желание потратить на растения. Большинство людей, конечно, которые не цветоводы, они считают, что растения вообще это такое, да, блажь такая. И тратить на них большие деньги нет смысла. И если там растения стоят больше 5 или 10 евро, то они их просто не возьмут. Ну или купят вот такое дерево прям сразу в сад. Да, огромнейший фикус. Каучуконосный за 200 евро. Сразу в сад посадят и все. И забудут про него. Он будет просто расти у них там сам по себе. Конечно, коллекционеры, они готовы платить. Но опять-таки должен быть и выбор для этого. И какие-то интересные экземпляры. Шифлеры. Шифлеры тоже достаточно распространенные растения. Здесь на острове они высаживаются на улицах, на клумбах. Да, вот 45 евро такие фикусы али. Огромные, огромнейшие сансевери по 55 евро. Вот такие большие. Тут я даже не знаю, сколько точек роста, сколько розеток. Огромные, огромные вёдра. Так. Иногда просто молчу, потому что просто тоже смотрю. Потому что не на каждое растение у меня находится какой-то комментарий. Здесь ещё фикусы тоже, тоже очень крупные. Такие прям, вы знаете, великаны, великаны по несколько метров в высоту. По 120 евро вот эти конкретно, которые по 3 с чем-то метрам в высоту. Так, но тут в принципе я посмотрел всё. Потому что всего много, но разного не так много. Поэтому мы сейчас потихонечку будем с вами выбираться из этой зоны. Ещё немножечко пройдём, посмотрим в этом направлении, что тут есть интересного. И потихонечку будем выбираться в зону суккулентов. И после этой зоны мы ещё с вами пройдём по садовой зоне. Тоже там будут растения такие больше для сада. Я ни разу их не показывал в этом садовом. Вот красивые пахирки по 30 евро. Да, достаточно красивые экземплярчики. Также, кстати говоря, что пахира приносит финансовую удачу. Друзья, если что-то у вас не ладится, то можно приобрести пахиру. И может быть она вам поможет как-то. Драцены, драцены пушистые. Алаказии, такие чуть загрустнувшие. Хотя некоторые кустики неплохо выглядят. Но многие в один лист. Продолжаем движение. Идём дальше. Папоротнички. Здесь мы с вами всё уже посмотрели. Поэтому я сейчас буду выдвигаться и буду идти в направлении. Надеюсь, мне там будет видно нормально. Потому что солнце очень яркое, как вы можете видеть. Солнце здесь очень сильное. Это больше юг острова. Солнце обжигает. И, кстати, недавно, сейчас вам расскажу. Мне нужно надеть солнцезащитные очки. Всё, я готов к выходу. И вы знаете, раньше эта зона у них была абсолютно под открытым небом. И, конечно, растения, суккуленты горели. Очень сильно горели. Но они натянули сетку. Наподобие какой-то очень плотной в несколько слоёв органзы. И теперь здесь прекрасно. Здесь ярчайший свет. Но при этом растения не горят. Видите, эта сетка натянута. Раньше её не было. Раньше было открытое небо. И, конечно, многие растения, которые сюда выносили, смотрели, смотрелись очень печально. Я думаю, эта тенденция теперь постепенно начнёт меняться. Здесь очень много кустов. Тут сложнее будет мне называть цену, друзья. Потому что здесь реально растения живут годами. Реально годами. Многие я из них видел, приезжая сюда. Они тут так и стоят. Но ещё какой плюс. Цены на многие из этих растений тоже ставились несколько лет назад. А то и пять лет назад. И, соответственно, многие растения за это время выросли. Даже переросли свои горшки. Смотрите, какие красивые алоэ цветущие. Очень крупные. То есть многие растения переросли свои горшки. И, соответственно, ценник на них, получается, упал. Ну, как упал? Ценник остался прежний, а растения в разы больше. И я, вы знаете, конкретно здесь неоднократно покупал такие слегка подзамученные экземпляры растений разных. Алоэ я здесь потрясающе покупал. Смотрите, какие красулы. Иониумы тоже. Вот такие ведрами. Прямо они продаются здесь. Тоже разрастаются на солнце. Смотрите, какая красота. И такие ведра, они стоят евро по 20-25. Вот так. То есть не дороже. Так, кто тут еще? Ладно, продолжим. Очень много эфорбий. Тоже сейчас покажу немного их цветения. Сансеверии, Лауренти, Зейланики, Синецию различные. Такие по 30 евро вот эти большие кусты. 25 даже евро. Вон, цена написана 25 евро. Как я уже сказал, да, слегка подгорают. Но сейчас, я думаю, начнут многие растения восстанавливаться, обрастать. И буду чувствовать себя лучше. Здесь эфорби эмиля. Тоже разные цветочки. Не совсем камера передает, потому что очень яркое освещение. Такую теплицу я бы хотел, конечно, иметь для суккулентов. Вот с такой вот покрытием, да, которое сверху защищает от жесткого солнца. Просто дает ярчайший рассеянный свет. Мне кажется, он идеален для большинства растений. Эти ведра. Просто огромнейшие ведра. Красул. Опять-таки. 30-40 евро вот такие ведра стоят. Это просто огромнейшие-огромнейшие деревья. Толстыми стволами. Опять-таки они растут. Красулы в квартирах растут ужасно. Вот у меня красулы, я их спасал, 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 спасал. За лето, за осень, за весну они подобросли. Сейчас зима и опять 25 начинают выносить мозг. Очень сильно. И, конечно, желание содержать красулы в квартирных условиях, именно в закрытом балконе, полностью пропадает, уходит. Потому что очень тяжело на улице же они растут, как сорняк. Огромными прямо деревьями цветут постоянно и растут, как сорняк здесь. Вдуваемый ветром. Вот красивая агава. Посмотрите, какие мощные, тоже крупные растения. Сансевьерия. Кстати, смотрите, Сансевьерия Роксбургьяна плодоносит. Эти сорнячки растут у нее. Много очень семян. И эти семена вот такие уже можно собирать, проращивать. Кстати, я отсюда в свое время взял несколько семян Роксбургьяны. Правда, она еще не проросла. Там было штук 6 семян я взял. Мне интересно посмотреть, пойдут они или нет. Это даже больше, так как у меня взрослое растение есть, но мне больше для интереса, как для эксперимента, интересно посмотреть, будет ли из них что-то. Очень много пальм. Как вы знаете, пальмы в большинстве своем тоже растут в жарком климате. Вот смотрите, 39 евро. Тут огромное ведро, полтораметровая пальма, очень крупная. 39 евро. Поэтому я говорю, если искать вот сюда, конкретно в этот отдел, надо приходить с терпением. То есть приходишь с терпением и начинаешь потихонечку двигать горшки, смотреть цены, смотреть состояние растений, что как, что куда. Да, потому что реально, смотрите, какая огроменная. Ее, наверное, не найду я ценника. Кстати, зачастую ценники, они еще стираются. Но если попереворачивать несколько растений, знаете, деточка вот такая, да, смотрите, хоп, нужно ее себе взять, но мне она не нужна, поэтому я ее просто помещу назад в горшочек, пусть она там себе прорастает дальше, да. Увеличивается куст портулокарии, типа 90 евро крупнейшие. Это явно что-то свеженькое, ценники. Если маркер такой уже полустершийся на горшке, то ты знаешь, что растение очень долго стоит. Если еще свеженький, то значит не так долго. Система полива здесь у них установлена тоже, я думаю, они поливают вечером путем орошения. Продолжим еще с вами движение. Так как мы сегодня гуляем, отдыхаем. Кто-то еще наверняка смотрит, я знаю, есть любители обзоров растений, наверняка смотрят. Вам отдельный большой привет, любители, зрители. Смотрите, какие красивые, ну как красивые, среднекрасивые аллоказии, тоже такие уличный вариант. Огромные эфорбии. И люди это покупают, вы знаете, покупают. У многих же есть свои дома частные. И алоэ покупают, и эфорбии покупают. Вот завалившуюся даже эту эфорбию кто-то может себе купить. Такая она прилегла, огромнейшая. Фикусы, пальмы. Как красиво, смотрите, цветет эфорбия. Покажу мы ее чуть поближе. Какие у нее забавные цветочки, мелкие, желтенькие, да? Забавно выглядит данное растение. Пальмочки. Здесь, кстати, водятся еще ящерицы у нас. Довольно много ящериц, но мелкие. Тут в основном мелкие, крупные сюда. Хотя я видел несколько раз прям такие сантиметров по 25. Вы знаете, ящериц с хвостом. И так слышно их. У меня звук на видео убавлен очень сильно, потому что слышны там и дорога, и ветер достаточно шумит сильно. Поэтому слышно. Не слышно ничего, да? Но иногда, когда к горшкам подходишь, такой звук. Побежал кто-то. То есть ящерицы, ящерицы бегают. Красиво цветущее алоэ. Очень красиво. Красула огромнейшая тоже возле него растет. 25 евро такие алоэ стоят. Тоже очень и очень большие. Да, посмотрите, прям ведра с алоэ. Форби. Вот очень красивые тоже агавы. В последнее время нравятся мне агавы. Смотрите, вот 35 евро. Вот размер моей руки, да? У меня не маленькая рука. Посмотрите, вот мой кулак. Кактус, смотрите, какое ведро. 35 евро. Можете переводить на свою монету, да, валюту. Очень яркие, расписные эти агавы. Иониумов очень много разных, причем цветов. Кактусы крупные. И 35 евро. Типа пандануса что-то. Особенно в таких зонах, где такие маленькие горшки, еще проще выбирать. В том плане, что подходишь и начинаешь искать. Самый лучший вариант для себя. И реально, я говорю, по хорошей цене. Можно купить очень красивые, крупные красулы. Красивые, например, гастерии можно купить при желании. Если эту гастерию поставить на нормальное освещение, чтобы она так сильно не горела, она станет очень красивой. Да, то есть, опять-таки, если есть желание немного и терпение вылечить, выходить растения, то они будут вам очень благодарны. Плюс уже 100% адаптированные к местному климату. Кто здесь живет, эти растения 100% адаптированные. Они не из Голландии, они местные уже, реально местные такие печеные растения. Старфиш сансеверия. Эти красавцы, посмотрите, какие. Просто радует взгляд. По 17 евро, 17,90. Вот такие большие-большие ведра с илониумами. Тоже красивые агавы. Я думаю, это агава. Агава или алоэ, 25 евро. Скорее всего, агава. Очень крупные тоже. Вот красивые алоэ по 45 евро. Свообразная форма роста, интересная. Сейчас я вам покажу вот здесь. Я из этой кучки, кстати, грубо говоря, прямо вот конкретно из этой выбрал себе большой куст алоэ. Вот такого. То есть, большие-большие такие заросли. Все в сорнячке. Сильно пересушенное, подгоревшее. Но вот такие ведра я купил. Вы знаете, у меня он прекрасно выглядит. 12 евро. Видите, ценник практически стерся. Я его пересадил. Потрясающий стал куст алоэ. Очень красивый. Я вам даже ставлю сейчас ради такого дела фотографию. Покажу его. Такой красавец. Не конкретно этот сорт. Оно вот из этих, из этих же. В другом, в обычном магазине такого размера растения не найти. И вы знаете, он за несколько недель у меня подотпился. Прекрасно цвел. И даже улучшил свой цвет. Не стал таким горелым прям. Или вот тоже красула. Смотрите, какая яркая вариегатность. Да, у них представлена сортовая. 20 евро. Ну, смотрите. Просто огромнейшее ведро. Огромнейшая красула. 20 евро. Вот 25 евро. Ионю большущий. 20 евро красула. Тоже огромное, вариегатное. Да, белое, зеленое. И реально очень крупные кусты. То есть сразу там несколько точек роста. Очень толстые стволы. Такую красоту я буду покупать, если у меня будет частный дом, где я их смогу посадить в красивые глиняные горшки. Не обязательно красивые, просто из обычной обожженной глины. Я люблю такие горшки, но для террас. Я с удовольствием разведу себе разных красу на свежем воздухе под хорошим освещением. Тогда они будут реально расти и радовать меня. А не выносить мозг, как они сейчас делают. Огромная Сансеверия Dragon Wings. Посмотрите, 35 евро. Тоже множество точек роста. У меня есть Dragon Wings. Я не буду брать, но при желании. Посмотрите, какое ведро. За 35 евро. Тоже очень большое растение. Так, еще пройдем немного. Ну вот эти красавцы. Я на них продолжаю любоваться. Форби миля тоже достаточно популярные растения. Люди их часто сажают в плошках, забывают про них. Они живут какой-то своей жизнью. Сансеверия Муншайн тоже растет здесь. Завалился. Аккуратненько приподнимем, чтобы он не падал. Вот тоже красовый, вообще по 12,90. Тоже посмотрите на толщину ствола. Не какие-то там суперфельдеперсовые сорта, но красивые растения. Посмотрите, какие крупные. Вот такие крупные горшки. По 12 евро. То есть при желании, как я уже сказал, в этом отделе можно найти настоящие бриллианты для своей коллекции. 6 евро. Вот такие как тусята. Разные тоже есть. Вот такой. Есть пожирнее. Вот такие красавцы. Разные сорта. Это я просто, знаете, почему-то долго снимаю. Кстати, вот видите, щитовка. На конкретно этому, когда вы видите, друзья, такие наросты, это щитовка. Нужно обрабатывать растения зеленым мылом, спонжиком, да, и добавлять немного спирта в воду. Тоже желательно. Можно водку добавить и обрабатывать растения. Ну и, соответственно, применять различные инсектициды для борьбы. Кстати, адениумы. Немного адениумов, но я знаю, что есть среди вас любители этих растений. Посмотрите, по 35 евро такие крупные катки. Достаточно крупные экземпляры. Некоторые цветут. Некоторые не цветут, но по некоторым можно судить, какой у них будет цвет. Посмотрите, вот ряд очень красивый. Достаточно ярко цветет. Этот стоит 27. Не знаю, с чем связано. Подешевле. Тоже крупный очень. Посмотрите, какой каудакс огромнейший, жирный. Вот красивый тоже. Есть приятные экземплярчики. Опять-таки, если его взять и ухаживать за ним, он постепенно обрастет. Самое главное, воды не умеет его каудакс. Чем жирнее, тем лучше. Тем более такое, так сказать, взрослое и ценное растение. Немного каланхуйчиков. Красулки. По 7,90. Это явно что-то такое посвежее. Поэтому цены повыше. 12 евро. Вот. Сансевьери. Кирки. Коньогранит. 12 евро. Такая красола у меня есть, которая стоит 6,90. Тут. Вот такой микс. Сансочек тоже. Я их уже вам показывал все, потому что я их здесь покупал. Есть видео на канале. Пересадка их. Лауренти по 22 евро. Вот эти вот с бархатными кончиками. Это отдельная вообще история. Эти растения. Тоже своеобразные они. И что еще? Что еще здесь можно посмотреть? Небольшое количество вот таких кактусов сначала. Выбор так себе. Опять-таки, если порыться, например, вот такая симпатичная, маленькая. Я думаю, это какая-то опунция. Ценника нет. Ну, в буре стоит она евро полтора-два. Симпатичная, да? Опять-таки, варегатная. Приятная малышка. Я даже подумаю, нужна она мне не нужна. Может быть, я даже себе такую возьму. Мини-покупку. То хожу, снимаю. Евро 90 они стоят, эти кактусы. Причем любые, да? Опять-таки, поискать. Нужно, так сказать, повыбирать для себя, что нужно. 4,90. Микс суккулентов. Здесь и гастерии, и алоэ, и хавортии, и холанхоя, да? И гастер алоэ. Все, что хочешь. Вот этот симпатичный. Вот, смотрите, какая красота. Ичеверия. Такая прям невеста, да? Посмотрите. Очень красивый экземпляр. Прям здорово смотрится. Красиво. Это у меня хорошо. У меня есть всего одна ичеверия. Я к ним достаточно спокойно отношусь. Но растут прекрасно. Растет прекрасно. Совершенно не тянется. Потому что очень много ей солнца. Эпифилумы. Много здесь лесных кактусов тоже продается. Так, вот еще малыши. Тоже ичеверия по 4,90. Алоэ по 4,90. А есть такой алоэчик. Кактусы с нарощенной головой. Тоже. Маленькие адениумы по 6 евро. Так, икриптантус, по-моему, называется данное растение. Что-то такого рода. Тоже название. Апунции по 2,90. Апунции по 2,90. Апунции достаточно коварные кактусы. Очень легко оставляют колючки в руках. Мамилярии. Литопсы. Алоэ. Что еще здесь есть у нас? Вот цимбидиум снова. Красивая орхидея очень. Ну, по мне так тоже. В основном это уличная больше орхидея. Ну, для наших условий. Люди стоят в очереди с покупками на кассе. Все хотят купить очеток. Только 12,90 стоит. Вот еще различные. Чаверии по 6,90. Красивые тоже. Да, интересные такие. Ну, простые, но интересные. Если вот такой композиции их посадить, какую-нибудь длинную плошку поставить на хорошее освещение, то будут они расти прекрасно. Кипарисики. По-моему, это называется растение азалия. Поправьте меня, если я ошибаюсь. Очень пышно цветут. Вот эта большая, которая штамбовая форма роста 35 евро стоит. И типа 30. Вот такую я себе хочу. Такую я себе однажды заведу наверняка. С меня будет большее место. Такую драцину я обязательно заведу для яркого солнечного окна. Кусто она стояла. Вот называется снос башки. Статуя, да, как-то цветовод пришла в садовый центр, у нее снесло крышу. Статуя такая, фигура бюст. Оторвала голову шальную. Шифлеры. Морилисы. Трава для котов. Кстати, смотрите, трава для котов. 15 евро трава для котов. Шутят, что ли? Боже мой, да кому нам нужна такая трава легче? За полтора евро купил семена, через неделю у тебя такая трава, если даже не раньше вырастет. Что-то они как-то переборщили, мне кажется, за обычную траву для котофеев. Вот он, красавчик. Стоит. Очень красивые цветы. Правда, мне кажется, он подзалит. Эпифилумы разные, репсалисы. Я вот поставил сейчас, вы знаете, эту опунцию, я решил ее не брать. И вот смотрите, рядом стояла другая опунция, и она меня полностью, палец покрылся колючками. Сейчас я остановлю камеру. Пришлось остановить камеру, чтобы вытащить 50 тысяч колючек. Просто провел рядом рукой случайно, пальцем одним, да, вся в колючках. Поэтому я не люблю опунции. Очень уж такие они коварные, как тусята. Вот еще красивые тоже сорта. Лилии. Эти хоя. Первая хоя, которая нам встретилась. При том, что я знаю, у нас на острове очень много любителей этих растений. 12 евро вот такой кустик, по-моему, это называется лиза. Да, если я не ошибаюсь, данный сорт. Может быть, нет, я не знаю хоя сильно. Ну, в общем, вот еще есть такая зелененькая. Наполовину зелененькая, наполовину яркая. Но продается как-то мало очень этих растений. При том, что у меня есть небольшая группа тут цветоводов, любителей, да, которые как-то между собой мы что-то продавали, покупали. И мы иногда там общаемся, так сказать, сплавляем излишки, или делимся какими-то комментариями, где что-то новое появилось или проблема. И, в общем, вот среди них, у нас там человек, наверное, 10-12, и половина, как минимум, очень любит эти растения хои, да, но продается очень мало. Они заказывают, постоянно выписывают с материка. Продажи их немного. Тоже красавчик, растет, цветет. И вот его форма в увеличенном размере. Ну, типа 15 евро цимбидиума садите без цветения. Но тоже можно купить, посадить, и будет что-то красивое наверняка в будущем. В эту зону я, кстати, никогда не снимал здесь видео, потому что здесь в основном уже идут такие садовые растения, какие-то огромные циперусы, да, очень много, смотрите, кстати, не финики, а инжиры растут. Тут уже очень много фруктовых, оливковые деревья, растения, которые растут на улице. Эти болотные, да, циперусы тоже очень крупные. Прямо такие кустища. Кстати, я не помню, чтобы здесь была раньше сетка. Мне кажется, здесь тоже не было никакой сетки раньше, либо была какая-то очень тоненькая. А сейчас прям даже я снимаю под открытым, фактически, небом, жара. Да, это время обед я снимаю. И не жарко, то есть комфортно. Поэтому я думаю, растения все-таки улучшатся в своем виде. Смотрите, ежевика. Гибискусы. Видите, вот какая красота, вот какой красивый цветок у него. Солнце не совсем его передает. Постараюсь его притянить. У него более темные края и прямо такой оранжево-алый какой-то центр. Очень красиво это смотрится. Кротоны. Кротонов пруд пруди. Ценник на них достаточно адекватный. Ну и вот тут всякое такое, вы знаете, цветочки для дачи, так сказать. Я, честно сказать, такое не очень люблю. Абсолютно к ним равнодушно отношусь, спокойно. Таким цветочком сезонным. Ну, может быть, мое время еще просто не пришло, еще не подошел возраст. Да, чтобы я в них начинал влюбляться. 20 евро кипарисы. Вот мои драцены. Так я их буду называть моя драцена, потому что она мне обязательно пригодится в будущем. Куплю себе большую и красивую. Клумбы не люблю, но смотрятся они красиво. Вот когда такие ковры из цветочков, тоже смотрятся прикольно, приятно. Ксалисы по 2,90 горшочки. Видите, какие веселенькие цветы. Ксалис весь цвету. Среднего размера горшочек. Ну, за 2,90, мне кажется, самое оно. Здесь еще растут. Кто это? Типа хидеры что-то. Не хидеры, а, наверное, хидеры. Пальмы. Еще осталось немножечко. Далеко уже не буду ходить, а то он будет прям это далеко-далеко забредует. Потому что там уже, вот смотрите, там манго растут молодые. Да, это будет просто уже такие вот черенки, саженцы. Я не думаю, что это будет сильно интересно посмотреть на саженцы. Потому что в основном тоже это манго, киви, авокадо, папайя. Такие типичные представители. Яблоньки здесь не найти. Черенки и яблоньки, какой-нибудь грушки. Они здесь на острове не растут. Плохо себя чувствуют. Я ни разу не видел, кстати, здесь растущую яблоню. Или грушу. Но зато часто видишь манго. Кстати, вот бугенвили. Давайте еще немножечко посмотрим на бугенвили. И будем закруглять нашу лавочку. Молодые саженцы. В большинстве своем тоже. Они очень хорошо на улице и быстро растут. Если есть какая-нибудь там беседка, еще что-то. Вот посадить такое деревце. Не деревце, а такой кустарник. Очень быстро начнут обрастать. Единственный минус. Эти цветочки, они потом начинают опадать. И очень-очень ссорят. Вот такой ссор кругом вот таких вот этих цветочков получается. Но смотрится, когда они цветут, конечно, божественно. Это просто что-то нереальное. Очень красивые растения. Так, что еще здесь? А еще есть олеандры. Но олеандры, к сожалению, не в цвету. Хотел бы показать вам олеандры в цвету. Есть такие более тоже, опять-таки, штамбовые деревцом. Есть более кустарниковообразные формы. 25 евро крупные. Но не знаешь, какого цвета он будет. Он может быть белым, может быть розовым, может быть какой-нибудь вообще там серобуромалиновый. Без цветочка сложно сказать. И почему-то они продают именно с листвой варейгатной. Самые мои любимые олеандры, у них варейгатная листва. Часто вижу эти кусты варейгатные. И даже думал себе где-нибудь чекануть его. Но опять-таки ставить негде. Сеговники эти по 45 евро. Растут красивые. Вот много пальм уже. Пошло очень много пальм. Все красиво. Крупномеры, крупномеры. Так, друзья, я буду с вами начинать прощаться. Потому что уже видео заканчивается мое. Спасибо всем, кто был со мной. Очень давно просили вы меня обзоры, прогулки. Я надеюсь, видео было хотя бы так маломальски интересным. Встретимся в будущих обзорах. Следующее видео, кстати, тоже будет обзор. Берегите себя. Субтитры сделал DimaTorzok.